Прямо сегодня вы увидите двух участников сразу которые были у нас раньше эти два участника из ресторанной сферы. Мы делаем сами, ты нас просто консультируешь. Прошел год и наконец-то кафе заработало. Вопрос который меня не может не интересовать сейчас. Уже есть первые цифры. Цифры выше чем Дима нам прогнозировал вообще на бюджет ресторана. Было такое пару дней полная посадка. Вы уже поняли что люди будут, спрос будет. Всем интересно закрылись вы или нет. Мы выдохнули на недельку и в общем-то упали продажи. 500 гривен человека это по-моему даже страшно и неприлично. Там даже люди на обед перестали ходить. Ваша задача делать так чтобы вас узнавало все больше и больше людей. Сложно вспомнить гостей которые проходили мимо зашли и остались. Ходите из дома, идите знакомьтесь. Для нас все станет ясно в декабре. Ну что всем привет друзья. У нас новый выпуск бизнес-шоу и сегодня классный выпуск потому что вы все время спрашиваете а как же наши участники которые были у нас раньше. И прямо сегодня вы увидите двух участников сразу которые были у нас раньше и эти два участника из ресторанной сферы. И уже прямо сейчас вы можете увидеть сзади меня вход в то самое Seven Stories Cafe. Которое мы уже ждем больше года потому что чуть больше года не могу точно вспомнить когда к нам пришла Юлиана и сказала что скоро будет ресторан и они хотят открыться где-то через месяц-полтора. Бизнес где? Что вы хотите в конце фильма? Ради чего это все? Минимум 100 человек в день. Средний чек 250 гривен. Прошел год и наконец-то кафе заработало. И мы сегодня приехали пока ребята работают в тестовом режиме чтобы посмотреть что же там происходит. Оправдались ли или не оправдались прогнозы Димы Борисова ну хотя бы уже в тестовом режиме. Можно вас просто перекрестить если честно. И работаете, да? Нет, даже можете не открываться. В общем все. Сегодня будем выяснять и смотреть страшно и интересно. Пошли. Так, ребят, ну а сейчас небольшая рекламная вставка. Я всегда рассказываю вам об интересных ивентах на которые стоит действительно ходить и один из таких ивентов пройдет в Киеве 1 декабря, который организовывают Олесь Тимофеев и Евгений Черняк. Достаточно популярные и известные личности. Big Bunny Intensive. Вот читаю. От титанов украинского бизнеса. Круто же. Шесть спикеров. Пять часов контента и обещают собрать больше двух тысяч участников. А что это означает? Это означает, что мы с вами не только вдохновимся, а получим какие-то знания наверняка. Наверняка какой-то инсайд, который может быть окажется слишком очевидным, но мы подумаем, блин, почему мы ничего не делали? Но самое главное, мы сможем увидеться. Потому что на таких тусовках всегда находятся самые прогрессивные люди, потому что не так уже много мест, куда нам ходить, где нам встречаться, где видеться, где общаться и где сублимировать эту энергию, чтобы выходить, рвать, метать и в общем-то делать нашу страну лучше. Так что сам Бог велел. Оставляю вам ссылочку под видео. Переходите, пожалуйста. Стоимость все время будет подниматься, поэтому используйте возможность не платить больше. Кстати, если покупаете билеты компаний, будут приятные скидки. Так что до встречи. Мы с Сергеем обязательно будем там 1 декабря. Привет. Ждали, ждали. Ну, наконец-то. Ждали. Ну, конечно. Ну, все работает? Ну, еще пока не очень, не совсем. Еще две недели до открытия, поэтому мы еще в тест режиме таком. Слушай, ну круто. Сколько вы работаете в тест режиме? Со 2 апреля. Ой, боже мой, господи. Со 2 октября. От волнения. Это почти. Как вы сейчас работаете? Что такое тест режим? Бежон, круассан? У нас был запрос на доставку. Мы сделали доставку первоочередной. То есть мы делаем пиццу, бургеры и роллы на доставку. Сейчас люди хотят выпить кофе, чай и съесть круассан. То есть меню на доставку, плюс круассан и чай-кофе. Пока так. Люди уже у нас садятся и отдыхают. Когда я была в машине, я уже увидела несколько толстых людей, которые не достигают. Как бы, да, люди заходят и регулярно, и довольно-таки часто. Мы этому очень рады. Так, ну покажем. Давай немножко обмотрим, что происходит. Это наш зал. Тут уже все закончено? Нет, еще не закончено. Он недооформлен. Мне не хватает цветов таких, как нужно, и не хватает вот буквально таких картинок еще, чтобы до конца. Уже практически, да. Ну, в целом, очень уютная такая. Ну, да. Домашние люстры, которые вы долго ждали. Это они? Да, это они. Это наша гордость. Дождались. Дождались, да. Это правда. Можно как шляп. Конечно. Если да. Очень удобная. Привет, моя. Стол хороший. Юля замученная. Ну, так получается, да. Пока без выходных. Сколько времени? Месяц без выходных. Да, да. Ну, а нам надо становиться специалистами во всех процессах. Ты еще не передумала? Нет, нет. Здесь должен быть коньит. Горит. Да, он будет гореть. Как только мы откроемся. Конечно. А мне так всегда интересно. Это электрический, да, коньит? Это био. Био коньит, господи. Ну, он красиво так пылает. Ну, мы представим, да? Мы рисуем. Ребята покажут. Да, да, да. Хорошо. Так, идем дальше. А сколько человек садится в зале? 50. Больше, чем 50 посадок. Больше, чем 50 посадочных мест. Так, выпечка. Каждый день выпекает? Или один раз недели. Они привозят? Да, конечно. Потому что очень жесткие условия должны быть для выпечки. Так, хорошо. Вижу мужчину. Да, это Владислав, наш шеф. Это Владислав, которого нахваливали. Владислав, сказали, что вы самый лучший шеф. Да, вообще-то сейчас будем повышать вам рейтинги и переводить в другие рестораны. Продавать можно? Нет, нет. Нет, без цены. Так, а можно мы заглянем туда чуть-чуть? Мы же интересны. Мы же были, когда только был цемент. Вот пицца готовится сейчас, на данный момент. Здесь основная пицца у нас будет. Которые мы еще меню пока не запустили, но мы работаем над этим усилием. Класс. Там холодильники, роллы. Так, а тут у нас что? Это все наши рабочие, да? Да, это какие-то кабинеты, раздевалки. Я уже помню, что они были без дверей. Фуалет для персонала, раздевалка такая. Тут шкафы такое все. Тут у нас закрыты. И цели, и задачи. Всем покажем. Лапшерезка. Тут кабинет. Сум-то для доставки обеда. Заказ формы. Класс. Ищем поваров. Да. Так, я не самый лучший наливальщик. Ну, а если что? Не возьмешь меня официантом? Нет, пока можешь брать. Только директором. Супер. Босс. Боже, я это сделала. Кризис-менеджером. Кризис-менеджером. Но я сама могу кризиса создавать. Менеджер, который создает кризис. Вкусный. Так, ну давай по порядку. Закончился ремонт. Насколько кризисно все это заканчивалось? Долго? Сложно? Ремонт, на самом деле, закончился уже к концу лета. К концу лета уже все было готово. Практически. Мы уже начали столы, мягкую мебель, витрину делать. То есть такое. Ну смотри, когда мы с Димой приезжали, Борисовым, к тебе в августе. В августе, да. Ну вот как раз заканчивался ремонт у нас. Как раз на тот момент ждали оборудование кухонное. Да, да, да. Вот и начинали заниматься разработкой меню. Но сегодня у нас уже конец октября. Вы начали работу с начала октября, у вас еще было два месяца. То есть два месяца ушло на это. Где были сложности? Вот расскажи, вот люди, которые смотрят, им вот это интересно. Скорее всего, было в том, чтобы доделать полностью ремонт, создать витрину, расставить оборудование, как оно удобно, докупить инвентарь на кухню. То есть в этом сложности. То есть много вот этих всех деталей. Нюансов очень много. Их и до сих пор осталось. Вот мы не декорировали, например, зал, мы не поставили еще цветы, мы еще не напечатали меню основное, хотя его уже утвердили и проработали. Мы, например, по брейдингу многие у нас... Что, не хватает рук, времени? Чего не хватает? Все по ходу пьесы просто идет. Нельзя все сразу это делать. Что-то делаем, потом параллельно что-то еще доделаем, потом в чем-то нуждаемся. Если хотите, чтобы это все работало, нужно быть экспертами и профессионалами, и необходимо такими стать. Конечно, если бы мы имели опыт, например, там, десятилетний, мы бы все бы одновременно сделали. Для людей без опыта это нереально. Но смотри, вы работаете с Викой Рейниковой, да? Давай обсудим ее работу. Насколько, во-первых, вот на данный момент, в этой точке, вы все-таки считаете, что вы правы или не правы, что вы ее взяли? Мы правы, конечно. Правы. То есть это было хорошее решение, правильно? Это была хорошая идея и хорошее решение. А насколько она сейчас помогает? Вика помогает на все 100%. Она нам подрядчикам дает. То есть все-таки у вас есть человек с опытом, у нас человек, который нас консультирует. По-любому вопрос. Поэтому вы не можете говорить о том, что у вас, если бы был 100-летний опыт, то вы бы тогда делали. У вас, в принципе, есть человек с опытом. Но человек нас консультирует, а делаем-то мы. А делайте вы. Если бы мы имели опыт, мы бы делали все быстрее просто. А так у нас получается, пока мы там примем решение почему-то, ой, Вика, дай подрядчика, Вика дает подрядчика, пока мы с подрядчиком даже формат чего-то обсуждаем. Для Вики это не проблема. Но мы сказали так, Вика, мы делаем сами, ты нас просто консультируешь, как это сделать. И все. А делать мы приобретаем опыт сами. И Вика говорит, вы единственная практически у меня отличники, которые все делают сами. Ну, видишь, это очень хорошо. Я очень рада, потому что последние где-то там выплыли недавно мне комментарии, что как же вы, Ольга, могли посоветовать какую-то там тетку. Ведь у тебя есть успешный куча проектов. Все хвалили сначала Вику. Я хочу просто сказать людям, насколько вы зависимы и насколько вы управляемы тем, что вам показывают и демонстрируют. И что выход Димы Борисова заход на арену, безусловно, очень уважаемого нами всеми ресторатора. Да, но человек, который есть свой опыт, своя маркетинговая стратегия, свое видение, именно поэтому он такой успешный от слова свой. Кстати, Дима недавно у нас выступал на бизнес-завтраке, и он рассказывал о том, как он придумал там охоту на овец, и как изначально этот проект, когда он презентовал, ему все сказали в команде, ты ненормальный, он сказал, после того, когда мне сказали, что ты ненормальный, я понял, что этот проект нужно делать. Да, молодец. Это стратегия Димы. Я хочу зрителям, понимаешь, объяснить тоже этот момент, что самое ключевое в любом бизнесе, это то, когда ты сам чувствуешь и понимаешь. И не важно, что тебе говорят вокруг, потому что если бы мы пригласили еще 24 известных ресторатора, то, поверьте, каждый бы нашел свои изъяны. Поэтому это очень круто, что вы проходите этот путь, и если вспомнить нашу встречу в трактории номер 5, мне кажется, эта философия тебе ближе всего оказалась. То есть, делайте по-своему. Девочки, во-первых, мне очень понравилось, что они с душой в бизнес упокоены. И это важно, потому что очень много людей, когда ты делаешь хороший продукт, когда ты стараешься, и люди это видят. Люди приходят, говорят тебе спасибо. Я знаю, что заметила? Я заметила энергетику. У вас очень похожая стратегия энергетика. Я вот зашла уже, и уже это почувствовала, что действительно есть. Кстати, по поводу вот того, что мы говорили, там Дима очень говорил, вот вы сделаете пафосный интерьер, интерьер сделан очень правильно. Он добротный, его не назовешь дешевым, но он не выглядит пафосно. То есть, тут нету чего-то такого, что сделало бы мне такой уровень лакшери. Нет, тут как вот по-семейному. Действительно, формат очень классно соблюден. Так, ну что, идем дальше? Да. Умывальничек. Ага, кто этот? Вот этот, помыл ручки. Ага, это вот так? Это, да, для персонала. Класс. Это туалет. Я уже запуталась. Наши туалеты. Это один такой. А сейчас это Коля Фреймут. Да. Она всегда делает так. Нормально. Так, слиз нормально. Вода. Да. На крышке сидеть можно. Под крышкой сидеть можно. Что тут должно быть? Туалетная бумага есть. Вот, можно еще. Были, нет? Ой, класс, слушай. Красивенько, очень так. Подсветка, специально для селфи. Девочки, можно делать фотки тут. Мы еще сделаем. И красивенько. Мы помним, жаленько. Фотозону еще планируем сделать. Да, фотозону. Да, чтобы. Это такой же самый, только второй. Вот, в принципе. Точно так. Точно так. Точно так же. Красотик. Вопрос, который меня не может не интересовать сейчас. Да. Уже есть первые цифры. Вы работаете на доставке месяц. Как выглядят эти цифры? Насколько они были прогнозируемы? Мы делали какие-то прогнозы, оправдания. Расскажи сейчас. Я могу сказать в двух словах. Не хочу на цифрах делать акцент, но я скажу, эти цифры выше, чем Дима нам прогнозировал вообще на бюджет ресторана, когда мы полностью, они выше на доставке сейчас. Итого вы торгаете 25 тысяч гривен? От 25 до 40 тысяч нас устроят. Да, на момент, да. Окей. Ну, как бы так. Скромненько. Хорошо. То есть, итого, грубо говоря, 700 в месяц. Насколько они, то, что не Дима прогнозировала, то, что вы для себя прогнозируемые, вот они еще не дотягивают до нашей цифры, которую мы бы хотели видеть, например, на доставку. Но мы как бы стараемся, все постепенно. Они растут, и меня это радует. Просто мы же по-честному, у нас опять-таки все честно смотрят, понятно, что делать какие-то выводы, пока мы не можем, потому что вы даже еще официально не открылись. Да, мы поэтому и надеялись. Но в целом все-таки интерес, заходят, заглядывают, спрашивают. Да, конечно, заходят, спрашивают, когда вы откроетесь. Все уже, когда мы с сегодняшнего дня уже, ну, как бы не сегодняшнего, с прошлой недели, начали людей присаживать на кофе, чай, круассаны. Было такое, пару дней, полная посадка. То есть, люди даже на это... То есть, вы выдохнули, вы уже поняли, что люди будут. Спрос будет. Он не может не быть в новом районе, которому три года. Где им покушать? Одно место только. И все. А у людей должен быть выбор, однозначно. Скажи мне, пожалуйста, а что вы решили сейчас по маркетинговым каналам, стратегиям? Помимо того, что вы просто открываетесь, будете ли вы что-то настраивать, включая, сделать, раздавать? Что именно? Мы работаем с ребятами, которые занимаются... У них много известных проектов. В принципе, Набика их порекомендовала. Мы с ними заключили договор, и они будут развивать наши социальные сети. Фейсбук, Инстаграм. Фейсбук, Инстаграм, да. Думаю, что больше ничего не нужно. Но тут все равно акцент на местных жителей. Какой рекламный бюджет вы закладываете? Нам сложила Вика 33 тысячи, насколько я помню. Мы немножко меньше сейчас тратим. На какой период это? На месяц? На месяц, да. То есть порядка 30 тысяч гривен, рекламный бюджет на месяц. Вы каким-то образом делаете так, чтобы замерять, что люди приходят именно по этой рекламе? Еще пока не запущены соцсети. Я думаю, что это будет каким-то образом. Однозначно. Будем отслеживать, куда нам вкладывать деньги, да. Что для тебя оказалось самое, может быть, неожиданное? Вот если вернуться. Сама работа. Сама работа ежедневная, переживательная работа. Прекрасно, когда говорят спасибо, но есть такие моменты, когда говорят, что что-то не так. Всегда обсуждаем эти моменты. Почему так получилось? Что было не так? Кто за это ответственный? Однозначно. Очень обращаю на это внимание. Это меня немножко расстраивает. Ну, понятное дело. А есть ли у вас такая задача сохранить абсолютно каждого клиента? Есть такая задача. Есть такая задача. Однозначно есть такая задача, потому что все клиенты, мы многих знаем по именам уже. Мы говорим это о своих клиентах. А вот, предположим, к вам приходят, вы понимаете, что это не ваш клиент. Вот он всегда вечно всем не доволен. Ну, мы его не знаем. Допустим, новый житель какой-то или там приезжий, или гость просто парка. Мы его не знаем, но он частый гость наш будет. Мы не знаем. Мы всегда всех встречаем так, чтобы люди хотели к нам прийти еще. Это задача, это правильно, я считаю. Я в корне с этим не согласна. Я не знаю, как это было бы в ресторанном бизнесе. Конечно, если бы у меня, наверное, был ресторан, я бы выгоняла людей. Поэтому у меня нет ресторана. Я со своей стороны недавно по этому поводу просто писала, говорила, обсуждала. Вот вы сейчас создали очень классное место, ну, вот уютное. Очень часто такое, к сожалению, бывает, когда приходит человек, и как бы перед ним ты не стелился, все равно твой официант посмотрел на него не так, как он себе предполагал. Да, бывает. Твоя ложка лежала не с той стороны. И как бы вот такие люди, которые не способны оценить, в принципе, и они очень сильно добавляют вот тех вот негативных страсток, о которых ты говоришь. Потому что когда ты что-то близко воспринимаешь, а угодить человеку невозможно, потому что он почему-то считает, что вы ему должны, что раз он пришел, то вы уже как бы довольны. Вот мне все-таки, я тоже ко всем обращаюсь, мне кажется, что нам нужно научиться больше ценить, что для нас делают. В принципе, если мне не понравится, я считаю, что самое правильное, что я могу сделать, это больше не прийти. Но ни в коем случае не выносить мозг, а у тебя такое обязательно будет. И я тебе хочу сразу же дать... Не было. Почему нет? Такой момент, что не стремись понравиться каждому, стремись сделать свою работу круто, чтобы ты осталась ей довольна. Я тоже так отношусь. Но если ты понимаешь, что человеку угодить, ну что вопрос не в этом, вопрос все равно в чем-то будет, таких людей нужно отпускать. И даже не реагировать, если будет какой-то там негативный отзыв, ну не реагировать, я имею в виду не воспринимать близко к сердцу. Реагировать-то надо на все, конечно. Реагировать надо на все. Абсолютно правильно. Но я считаю, что если у человека даже видно, что что-то не так, плохое настроение, все не так, то ему реально поднять настроение. Это можно. Для этого существуют рестораны. На самом деле. Какой-то маленький комплимент, какая-то улыбка, какое-то что-то как-то. Люди совершенно по-другому реагируют и уже с тобой разговаривают, даже когда им не нравится что-то. Ну, в ресторанном бизнесе это проще решить этот вопрос. Давай сейчас из любименького какие-то три позиции, на которые ты кардинально изменила взгляд с момента Юлианы год назад и сегодня. Первое, наверное, что деньги зарабатываются легко. Деньги зарабатываются легко. Я это поняла. Второе, что работать, имея какой-то свой бизнес, нужно много. Уметь свой бизнес это не означает ничего не делать. Конечно. Это надо впахивать, как ты любишь говорить, херачить, да? И еще раз херачить. И гачить. То есть однозначно. И третье, надо любить то, что ты делаешь. Когда ты устаешь безумно, у тебя был там неважный день, и ты все равно домой приходишь и думаешь, ну вот завтра будет все круто. И ты ложишься и засыпаешь. Вот не думаешь ни о чем, просто засыпаешь. Вот это, знаешь, классная у тебя работа, когда ты отрубаешься. У тебя мысли не летают. Вот эта работа тебе нравится, тебе подходит. Я этим счастлива. Вот реально. Ребенок тебя видит? Конечно, да. Ребенок тут со мной работает. Ребенок мне помогает и во всех процессах. И открывает двери там, и все. Маме помогает. Да. Мне интересно туда, я уже что-то могу. Да, конечно. Это у нас фото зона тут будет. Планируем. Волклат какую-то. Мне интересно же свою зону. Вот сюда можно головой. Привет, привет. Сейчас дети тут вайграрку. Ой, какой тут потолочек. Аккуратно. Да. Такой тут как раз метр шестьдесят. Улять потолок. Сразу могу вам сказать. Это дети у нас уже погуляли. Слушай, какая вся офигенная зона. Блин, класс. Простите, не успели за детьми тут убрать. Мам. Вообще, я тут остаюсь. Круто. Слушай, очень клево. Такой уютный домик. Я уже... Такой чердак. Мои тут бы играли. Я, кстати, у меня попа... Ну, это реклама моя попа. Подожди, минутку. Моя попа помещается на детском стульчике. Икеа. Ну, да. Я могу... Принцесса-танцовщица. Боже, танцев... Нытьи. Танцовщица. Танцевицы. Счетики. Класс. Супер. И, кстати, заметь, не навалины детских игрушек. Но это мы еще не купили их просто. Будут? А что будет? Я не знаю. Для малышей какие-то просили машин, какие-то инструменты. С мягкими игрушками нужно аккуратно, потому что они только пылесборники такие. Да, мягких, наверное, и не будет. А может, какие-то пазлы... Пазлы, да, коврик какой-то можно, чтобы пол... Коврик, да, конечно. Коврик, да, конечно. Может быть, раздувать. Но это зону мне очень нравится. Я не представляла, что она будет такой клевенькой. Ну что, мы так долго просили, чтобы мы приехали в СМАШ и посмотрели, во-первых, не закрылся ли СМАШ, во-вторых, как дела обстоят у Саши, узнали. Ну и в-третьих, посмотрели, есть ли здесь люди. Ну, люди здесь, конечно, есть. Странные, правда. Но сейчас мы поговорим с Сашей и узнаем, как же обстоят дела, что произошло после шоу и чем мы можем вас удивить. Саша, ну, всем интересно узнать, закрылись вы или нет. Ну, судя по тому, что мы попались сюда, вы не закрылись. У нас сейчас, мы пишем, 30 октября, так, чтобы люди понимали, и выйдем мы, в принципе, в это же воскресенье. Расскажи, пожалуйста, что произошло, что-то изменилось, не изменилось, как сейчас обстоят дела с вашими клиентами и какие решения вы приняли пока по отношению к СМАШу? На самом деле мы, ну, мы работаем, да, мы не закрылись, но грести мы не переставали. Казалось, что после проекта можно выдохнуть, но на самом деле нет. Мы выдохнули на недельку и, в общем-то, снова поняли, что у нас упали продажи. Вот. И я обещала себе этого не делать, но, тем не менее, мне кажется, что у нас все-таки продажи очень завязаны на погоду, потому что как только начинается вот октябрь, первая неделя октября, было прохладно, у нас просто мы все уже, я ходила, машину себе выбирала. То есть у нас пошли продажи, у нас было очень много гостей, мы хорошо работали. Началась теплая погода, у нас просто пусто. Там даже люди на обед перестали ходить. Сейчас снова опустилась температура, у нас вот несколько дней очень активные продажи, вечером постоянно есть, кто-то бронирует столик, кто-то приходит. Вот. Работа у нас ни на минуту не останавливалась. Какие я сделала выводы из проекта, и когда сейчас у нас немножечко возобновляется продажа, я понимаю, что где мы филоним, сразу же какие-то берем консультации, решаем, что делать дальше. Вот сейчас у нас новый виток развития инстаграма, потому что опять же, в то время, когда мы выдохнули, он опять немножечко скатился. Ну так, работаем, продолжаем работать, все еще не знаем, получится ли с этого что-то, но вот так, работаем. Скажи, пожалуйста, после проекта приходили ли люди, зрители наши, которые приходили именно потому, что они увидели, и им было интересно. Я была удивлена, но да. Я как-то говорила, я никогда не ставила ставку на то, что вот ты, грубо говоря, за руку приведешь клиентов, но да, очень много гостей приходило, что они видели, они искали меня знакомиться, они рассматривали, ходили фотографировались, это классно, но это на самом деле крутые эмоции, когда ты на что-то смотришь, это как с телевизора, что-то знаешь, смотришь, и вот эта картинка открывает. Стала ли как-то атмосфера для гостей более приятная и теплая? Стала ли ты как-то себя ощущать по-другому с гостями? Потому что мы говорили изначально, что первый раз, когда мы пришли, мы как бы, ну, почувствовали, что мы отдельно, заведение отдельно. Вот сейчас, если говорить, Катя об этом может лучше, да, почувствовать это, если говорить вот об атмосфере, атмосфера сильно уютнее. И даже когда я зашла, я обратила внимание, да, что люди тоже там пишут что-то вам, вот, вижу это в инстаграме, уже чувствуется, что сюда ходят люди, что это не просто там какая-то забегаловка, которую мы не знаем, куда ее открыли, ходит ли сюда вообще кто-то. Есть ли в атмосфере какое-то такое более дружественное состояние? Ощущаешь ли ты? Я однозначно, да, но на самом деле, вот после, когда сошел вау-эффект проекта, я его начала замечать только сейчас, когда стало немножечко прохладнее, вот, и я как-то вот буквально, наверное, неделю-две назад просто почувствовала это место и какое оно вообще, ну, на самом деле, потому что до этого оно действительно мне казалось, ну, немножечко таким разделенным на части, не связанным между собой, вот. И да, гости тоже замечают, очень часто это буквально вот, ну, первые слова, которые они говорят, ой, как у вас уютненько. То есть они приходят, здравствуйте, ой, как у вас уютненько, вот. Ну, это комплимент. Да, это комплимент. Я считаю, что сегодня это комплимент. Скажи, пожалуйста, на что сейчас делаете ставки? Сейчас холодает, идеальное время сегодня вообще, 4 градуса, прям идеально, я прям сюда аж впрыгнула, я бы сказала. Вот, на что сейчас делаете ставки, учитывая, что сейчас Хэллоуин, Новый год, наверняка ваше место может работать от небольшие корпоративы для людей, тем более у вас очень классно по бюджету, да, то есть это людям не нужно себя выбивать, работаете ли вы над этим направлением? мы планируем, ну, сейчас активно, вернее, занимаемся корпоративными продажами, большое всего нас интересует небольшие компании, поэтому... Давай мы сейчас используем возможность, сразу же мы пришли, два минуты, слава, пригласи людей, расскажи, кому здесь будет классно, кто может приехать и посмотреть это место под корпоративы. Прямо же шкамеру. Какой наш идеальный клиент для корпоратива и кто вообще люди, которым будет у нас хорошо? Это большие, небольшие, вернее, компании, офис которых похож на вечный рой. Это компании, в которых работают, в основном, молодые, активные люди, для которых обычные кафе, обычный, там, обед, ужин, в компании сотрудников, это слишком скучно. У нас скучно точно не будет, у нас вы забудете даже о существовании телефонов и мессенджеров и так далее. Ну, вот так, вот в общем-то... Фишка, давай, вдруг нас смотрят это первый раз. Фишка в том, что вот у нас есть такие горелочки, в которых мы, на которых мы можем жарить мясо, сыр, овощи, очень вкусные, классные штуки, прям начинает слюна выделяться. Начинаем говорить, очень вкусно, и это прикольно, да, так можно общаться, можно, это как раз тот самый вариант идеального фуршета, когда не надо сидеть вот с такими огромными мисками, мы можем брать, выставлять на одних столах жарить, в других местах присаживаться, то есть приедьте, обязательно посмотрите это место. Да, и на самом деле у нас, мы, ну, сильно расширили меню, и поэтому сейчас можно не только организовывать вечеринки о гриле, а и делать это отдельной зоной, и оставлять зону там, классического, как бы банкета, классического жеста. Слушай, пожалуйста, что по стоимости по корпоративам, например, вы какие-то определили для себя форматы, чтобы мы могли людей сориентировать, да, это 500 гривен человека. 500 гривен человека, это, по-моему, даже страшно неприлично, да, то есть это очень недорого, просто приедьте, попробуйте, и вы поймете, почему это недорого, это очень классно, ну, я надеюсь, что мы, может быть, в этом тоже тебе поможем, я, кстати, подумала, а не сделать ли нам вечеринку наших команд здесь, а? Ну, что, это, кстати, идеальный вариант, а давайте проголосуем, участники, все, кто у нас был в этом году, давайте подумаем над тем, чтобы мы здесь с вами провели новогодний корпоративчик, да, это же отличная идея, Катя отвечает за костюмы, отлично, это и есть своя фраза, скажи, пожалуйста, мы говорили о том, что мы не будем об этом говорить, но мы все-таки чуть-чуть скажем, у вас немного изменился состав партнерства, да, не будем уточнять нюансы и моменты, но это изменилось, ты в этом составе, судя по всему, осталась, ну, конечно, кто-то вышел, кто-то остался, конечно, для тебя какой прогноз, вот был, мы говорили, когда первый раз, что вы ставите прогноз до октября месяца принять решение, ну, в общем, ребята его и в октябре и приняли, вот, ребята в октябре его приняли, покинули лодку, вы приняли решение супругам не покидать эту лодку, как вот для себя какие-то поставили определенные грани, там, что в таком-то месяце мы посмотрим мы примем следующее решение но для нас все станет ясно в декабре когда пройдет новый год у нас работают корпоративные продажи ставим большую ставку на это рекламное мероприятие на хэллоуинскую ярмарку в комфорт-тауне вот опять же мы туда идем не столько продавать сколько заявлять о себе будет комфорт-тауне проходить хэллоуинская ярмарка опять-таки наши зрители могут попасть как раз выпуск выйдет вот это же время познакомиться воскресенье если посмотрим воскресенье утром если вдруг смотрите выходите из дома идите знакомьтесь да опять же новый виток развития instagram и пока что на трех этих китах держится наша надежда на то что все изменится но это я раньше думала что это хорошо на самом деле это уже мне тоже раздражает это плохо у нас нету жалоб на продукт ну то есть людям нравится им вкусно и все хорошо если они какие-то есть это там пересолен рис ну то есть это это не это не про жалобы на продукт глобально но людей нет проблема значит не с продуктом а проблема с маркетингом ваша задача делать так чтобы вас узнавало все больше и больше людей мы уже знали изначально вашу проблему это место это есть проблема поэтому вам конечно нужно над этим работать постоянно и расслабляться точно нельзя знаешь что подтверждение для меня было того что реально место это проблема то что у нас 90 процентов гостей бронирует столик заранее то есть они сюда идут зная что они сюда идут мне сложно вспомнить гостей которые проходили мимо зашли и остались вот так да просто вас действительно негде проходить но то что люди бронируют столик и хотят к вам прийти это уже тоже неплохо потому что обычно в таких заведениях не заходят потому что их не знают не видят и понятия не имеют что тут можно забронировать столика вот поэтому это уже успех ну что эти могу сказать надо продолжать грести точно не расслабляться и не выдыхать сейчас очень крутое время абсолютно для всех потому что начинается до января месяца тот самый пик когда люди начинают праздновать когда людям нужно абсолютно все и ваша задача сделать так чтобы о вас здесь узнала максимальное количество и корпоративчиками вы хорошо забили отработали тем более ваше место для небольших компаний вообще просто идеально вот не нужно какой-то отдельный зал искать ничего такого никаких проблем закрывается ресторан под какие-то там сумасшедшие депозиты как это часто бывает у нас кстати идея депозита реализована еще и в том что вы можете использовать любую свою музыку вообще все что угодно она закрывается жалюзи потому что были мальчишники это это была необходимостью вот мы сдаем в аренду за 7000 гривен и второй половины дня и вот полный как-бланш ну вообще очень круто вот поэтому давайте включайтесь ребята мне кажется мы хорошее местечко сегодня раскопали но я думаю что мы будем продолжать за тобой наблюдать в динамике в динамике вот не сдаваться не расслабляться и не выдыхать бизнеса за такая штука где выдыхать нельзя только иллюзорно существует такая вот история гипотеза о том что бизнес можно наладить и он может работать без тебя но это придумали те кто продает классные тренинги вот и только для этого эта гипотеза работает собственники бизнеса вот мы недавно проводили бизнес-завтрак дима борисова и он в очередной раз сказал что и он не только сказал он это показывает всем своим видом что не существует невозможно развивать бизнес если собственник находится где-то в стороне вот поэтому собственник это всегда главная звезда своего бизнеса и нужно постоянно генерить постоянно бежать и второй такой момент который сегодня я вижу это то что бизнес начинает раскручиваться только найти у него как у вина должна быть какая-то выдержка вот если он прошел год-два заслужил своих клиентов все начинает уже каким-то образом как мы говорим повезло до начинает вести это не везение это уже заслуженная работа поэтому наша задача первый год как минимум стараться выживать и для этого очень-очень-очень много работать но однозначно это даст свои плоды ты правда так считаешь да я правда так считаю со временем у людей появляется доверие да я считаю что со временем мы нарабатываем количество правильных действий мы сами находим что работает и люди начинают со временем понимать что да мы сегодня привыкли к чему что проекты открываются и закрываются очень много сегодня человек говорит я тот то завтра он перестает им быть и нам сегодня тоже нужен некий кредит доверия к чему бы то ни было то есть чтобы это было проверено уже временем я это действительно сегодня замечаю отмечаю и наша энергия когда мы вьем все время в одно место целенаправленно с разных сторон потому что мы сегодня пробили отсюда завтра оттуда однозначно это срабатывает я это вижу я это наблюдают сегодня нету таких эффектов которые были раньше ты был сегодня никем завтра то что-то сделает и стал звездой нет сегодня ты должен доказать что ты действительно эта звезда не только словами но временем и действиями очень важно правильными действиями поэтому сидеть и ждать это не будет работать но если ты будешь постоянно искать пробивать думать делать не получатся идти дальше как бы сложно это ни было ты сто процентов поднимешься в противном случае люди занимают позицию каждый раз пробовать что-то новое ой не получилось ой не получилось посмотрите на спорт никто не становится чемпионом после первого месяца тренировок и даже после первого года поэтому только вперед если это твое тебя это прет я бы не сдавал тебе хорошо здесь ну что ребят сегодня вы увидели как дела у наших двух ресторанов конечно же как я уже много раз говорила бизнес это постоянная работа и нет никаких волшебных таблеток и гачите херачи дорогие мои нужно постоянно мы со своей стороны конечно же поддерживаем общаемся стараемся давать какие-то рекомендации нашим участникам ну идти дальше придумывать чем мы будем вас развлекать как мы будем давать вам пользу ну и собственно развивать свое бизнес шоу поэтому если вы хотите стать участником если у вас есть интересный проект может быть у вас есть классная идея обязательно пишите заполняйте анкету или пишите на email если есть что-то интересное для нас контент который будет полезен мы всегда за ну а я поехала работать потому что у нас много идей много работы и много новенького чем для вас готовим так что всем хорошо оставаться и не забывайте кстати написать комментарии как вам история со смаж как вам история с 7 stories кафе чтобы вы может быть порекомендовали ребятам все свои отзывы нам всегда интересненько читать все подписывайтесь на наш канал ну и пока